Всем доброго времени суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. Сегодня мое видео будет снято и посвящено одной из проблем, скажем так, нового введения Шимана, а вернее политики Шимановской в относительной своих модернизаций и улучшений. То есть последние годы Шимана очень целенаправленно начали делать ролик лесоукладывателя у последних моделей катушек неразборными, или можно так его сказать, можно назвать таким словом необслуживаемыми. Что под этим подразумевается? Подразумевается это дело тем, что в ролик лесоукладывателя, в сам подшипник, он просто как бы запрессован такими с одного края пластмассовыми, скажем так, прессовочными вставками. Конечно, при большом желании это можно все вырвать, разорвать, распилить, но тем не менее это наводит простого обывателя к тому, что в случае проблем с роликом лесоукладывателя нужно покупать новый подшипник вместе с роликом, со всеми этими втулками, шмолками, что соответственно по себестоимости выходит не так уж это все дело и дешево. И много идет отзывов и откликов пользователей, простых российских рыболов, что вот такие вот запрессованные подшипники внутрь роликов лесоукладывателя быстро выходят из строя, начинают свистеть, шуметь, и соответственно кто-то уже заказывал. Есть вот такие вот прецеденты. Такой вот момент. С чем это связано? Я думаю не именно с тем, что он запрессован. Потому что какая разница, запрессован он туда, не запрессован этой пластмассовой пробкой, да, если можно так назвать. Раньше просто, честно скажу вам, уважаемые, я заметил, что у Шимана качество подшипников было гораздо лучше. Приходят сейчас новые оригинальные шимановские подшипники. Любые они обязательно для ролика лесоукладывателя. Что коренные, что какие, любые они все. С более большими люфтами, сразу же изначально класс точности, их видно уже изначально занижен. И эти подшипники быстрее выходят из строя. При этом это не просто там оригинальные шимановские подшипники, а шимановские подшипники высшего класса, высшей категории, которые вставляются в стеллу даже. То есть вот такие вот моменты, грубо говоря. Ну а данная у нас душка коромысла и ролик лесоукладывателя. Это вот я вам специально взял шкулю. Это Twin Power 4000 PG, да, Power Gear. Ну и соответственно для катушек такого класса сам Бог велел сделать что-то более надежное. Потому что она все-таки 4000 и PG, у нее заниженная передатка и предназначена она для работы с более серьезными весами. Но тем не менее такую процедуру можно провести тюнинга, да, можно сказать. Не обязательно Twin Power 4000. Это можно с любым твином, это можно и со стра-диком, это можно, грубо говоря, это можно почти провести с любыми катушками шумана, да. То есть если вдруг кому-то это может быть полезным. То есть вот данная проблема, к чему я вот сейчас плавно подвожу, они сразу же все рассказываются, приводится к тому, что вот как нам как бы соскочить с навязывания шумана, вот это вот покупки целого ролика вместе с этим подшипником туда впрессованным всего этого комплекта, как от этого можно избавиться и избавиться на очень долгий определенный срок и сделать это все более надежно, да, и более потом заменяемо каких-то там отдельных узлов и агрегатов, если кому-то это интересно. Сейчас мы этот ролик вместе с подшипником будем менять на такой комплект. Специально положил на бумажку, чтобы видно было. Вот на такой комплект ролика лесоукладывателя. В данный момент мы видим ролик лесоукладывателя сделан из титана, в отличие от оригинального, в отличие от оригинального латунного, да, который будет быстро протираться, будет титановый ролик лесоукладывателя, и внутрь его будут ставиться два шарика подшипника закрытого типа. Давай фокусируйся. Вот с такими вот вставленными резиновыми сальниками водонепроницаемыми, да, соответственно, высшей категории подшипников, да, высшего класса, и, соответственно, надежность двух подшипников, она, конечно, неоспорима, так как ролик не будет при определенных нагрузках закашивать на тот или на один бок, перекашивая обойму подшипников. Она равномерно будет распределяться между двумя подшипниками. Можно это считать как угодно. Кто-то это может считать тюнингом, кто-то может считать альтернативу избавления вот от таких вот, скажем так, роликов, в которых запрессованы подшипники. Ну и как это сделать, я вам сейчас все покажу. Ничего здесь сложного абсолютно по этому поводу нету. Берется необходимый инструмент. Откручивается. Съемка идет в реальном масштабе времени. Сейчас вот такой модный фиксатор резьбовой многоразовый. Снимается коромысло. Снимается вот такая вот шайба, фланец. Она нам остается старой. И вот давайте мы сейчас посмотрим вот этот модный ролик лесоукладывателя, пока я разобрал. Снимаются родные две втулки. Разделительные, которые не дают соприкасаться к ролику. Вот они с двух сторон стоят. Вот эти втулочки с одной и с другой. Не дают соприкасаться со стенками корпусов ролик лесоукладывателя. Вот мы можем видеть его более подробную конструкцию. Вот внутри стоит подшипник. Вот пластмассовая втулка с одной стороны. И вот сама которая как бы как пыш его там держит и закрывает, запрессовывает. И завальцованный край самого ролика. То есть делать его неразборно. Понятно, что при большом желании, если он кончился, можно на внутреннюю обойму продавать, сделать проставку, ударить. Конечно, эта вся пластмасса сломается и выскочит. Если даже подшипник сам будет мешаться вот этим завальцованным кромкам, это можно будет все сточить. Все равно это вынять, вставить, отрегулировать нужными вот этими вот втулками, да, к примеру, регулировочными шайбами. Конечно, все это делается. Ничего такого тут нету. Но вот, тем не менее, вот такая вот новая, неудобная новинка. Вот, вынимаем это все. Ну, что нам требуется. Палец, сам ролик колесоукладывателя остается родной. Берем две регулировочные медные шайбы. Одеваем их на палец. Одну. Вторую. Вот точно у них диаметр. Вот. В принципе, эти шайбы регулировочные, они продаются отдельно для регулировки роликов лесоукладывателя. Если кто-то не знает, то могу сказать, есть регулировочные шайбы для роликов лесоукладывателя. Вот. Берется пластмассовая обойма. Вот. В нее загоняется один подшипник. Вот. Сейчас я делаю все без маски, чтобы было вам очень наглядно все было видно и показано. Берется вторая пластмассовая обойма. Загоняется в нее второй подшипник. Вот. Видим два подшипника в обойме. Берется. Одна обойма вставляется с одной стороны ролика лесоукладывателя. Вот. С подшипником одевается на ролик. Между ними ставится разделительное кольцо или втулка. И с другой стороны закрывается другой пластмассовой обоймой, в которой стоит уже подшипник. Вот. Подправляем подшипничек. Вот он встает. Сверху мы одеваем еще одну регулировочную шайбу. В принципе, если где-то будет его затирать, притирать это все регулировочными шайбами. Этими можно выставить, где его будет, с какой стороны ролик будет поджимать. Все. Одеваем гайку, вернее шайбу или фланец. Вот. Оставляются у нас только вот такие вот, как я их называю, ласкательные рожки, которые оставляются в коромысла и не давать будут проворачиваться при затяжке коромысла и пальцу. Все. Попали. И теперь берем винт и затягиваем. Вся процедура, видите, прошла, не выключая камеру. Все это в реальном масштабе времени. Видим. Вот так вот встал он, как родной. Есть его минимальный люфт. Это нормально. Если кого-то эта проблема сильно будет волновать, можно по краям еще добавить регулировочные шайбы. Вот. Все очень четко и плавненько у нас вращается. Вот и все дела, уважаемые. В принципе, ничего такого хитрого здесь нету. Ничего лишнего. Все очень предельно просто. Такую процедуру можно провести с многими моделями катушек Шумана. Если я был кому-то полезен и это видео понравилось, уважаемые, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями. Смотрите мой канал. Впереди будет очень многого интересного про всякие нюансы и секреты. Ну, а пока до свидания. До новых встреч. Продолжение следует...